27 октября 2012 года в Доме отдыха Покровская состоялась конференция партии «Справедливая Россия» по выработке стратегии партии на современном этапе. Основным форматом работы конференции стало обсуждение предлагаемых тем на секциях, панелях. Тему первой панели «На пути к прогрессивному обществу. Наш социал-демократический выбор» представила член Центрального совета партии, председатель Социал-демократического союза женщин Наталья Великая. Конечно, прогресс понимается по-разному разными политическими силами. И 200 лет назад были политические силы, которые были против Конституции, потом были политические силы, которые были против всеобщего избирательного права. И я уверена, сегодня многим не нравится наша программа. Но все-таки бороться с прогрессом бессмысленно, а вот участвовать в его движении вперед возможно. Я бы хотел, ну в качестве, может быть, каких-то трех основных китов, трех основ для нашей партии, вот уже в этом взрослом периоде, все, детство и юность закончились, мы можем решать серьезные вопросы, не только шуметь и, значит, там, тусоваться. Первое. Выборы. Последние выборы показали, что до тех пор, пока выборы будут оставаться волшебством по воле волшебника Чурова, ничего невозможно изменить в нашей стране. Поэтому я ставлю это на первое место. Это главный приоритет для партии. Любой путь, законный путь, любой путь противодействия и все-таки возвращение в страну выборов, это главное. Я бы предложил еще несколько тем, но назову их только кратко, без развертывания. Первое. Это вот тот лютый, помните опять-таки в «Неуловленных мстителях», лютый враг сегодняшней России, это наркомафия, это потери на этом фронте, на который никто не хочет из партии выходить, они боятся, а мы должны этот флаг поднять. И второе, это тоже из этого замечательного фильма, это вот эти бурнаши, которые заполонили уже всю страну, я говорю о незваных, незаконных мигрантах, и им нужно объявлять войну на всех фронтах. За эти дела, я уверен, народ на ближайших выборах уже, если мы только объявим, только выйдем на этот фронт, он нам окажет такую поддержку, что совсем другой разговор и совсем другие итоги будет на следующей конференции. И завершаю лозунгом или девизом, который Сергей Михайлович предложил каждому придумать для России. Нас 500 миллионов, лучший миллиард, вот такое начало должно быть у девиза россиян при нашей жизни. Мы самые счастливые, самые сильные, самые свободные, с нами Бог и Святая Русь. Я предлагаю микрофон Геннадию Владимировичу. Сегодня ни одна партия не способна прийти к власти в одиночку, ни одна. И понимая это, нам специально поставили фильтр в лице невозможной создания политических платформ блоков. Мы обязаны пробить это. Не будет блоков, не будет объединения партии, не будет платформ, ничего не будет. Сегодня та партия, которая не пойдет на улицу, сегодня та партия, которая не будет участвовать в этом процессе, сегодня та партия, которая откажется от лидерства, абсолютно объективные потребности нормальной жизни, нормальной страны, нормальной демократии, нормальных выборов, будет выдавлена на политическую обочину. Нам нужно обязательно провести безусловный съезд. Мы должны принять для себя очень важные принципиальные вопросы. Первое. Безусловно, социал-демократия. Безусловно, за это надо бороться. Безусловно, это самые массовые правильные диалоги. Да, я давно предлагал, чтобы в партии название было социал-демократическое, и мы, может быть, это должны сделать, и действительно, это будет справедливо Россия, ТРС, социал-демократическая партия России. Но мы должны определиться с вами в ходе честной, открытой дискуссии в отношении к выборам. Либо добиваемся блоков, либо выкотируем. Мы должны с вами четко определить отношение к улице, либо мы ее возглавляем и ведем людей цивилизованно, мирно, в рамках Конституции, на то, чтобы добиться от власти политической реформы. Либо мы начинаем ее прозирать. Пожалуйста, Александр Леонидович, я вот вижу, вы уже созрели. Вам микрофон. Так вот, я бы сказал, что было бы правильнее тот индивидуальный рейтинг, который есть у некоторых из наших товарищей по партии, использовать на выборах в Химках и поддержать нашего кандидата. Приехать туда, как приехал Навальный, приехали там все, поддерживали Чирику. Наши не приехали, хотя знали, что там идет их соратник по партии, по Думе, по фракции и по региону. Не приехали, не поддержали. В это время готовились к выборам в Координационный Совет. Это смехотворная виртуальная игра, которую сегодня мы пытаемся представить, как великое достижение. Коллеги, вы посмотрите на состав Координационного Совета. Там что? Там либералы, там социал-демократы, там патриоты, радикалы. Левы, ребята, не получится ничего. Знаете почему? Да простой. Вот вода, сколько вы не мешаете ее с маслом, наука, да, вот не смешается. Вот делать и так, и сяк, не получится. Я уже не хочу там приводить строки известных басин, но это так. И никуда против этого не попрешь. Поэтому я предлагаю сегодня прекратить все разговоры об оппозиции, не оппозиции. У нас есть реальные оппоненты, давайте с этим работать. Классика есть классика. Ну говорят же, что революция это тогда, когда верхи не могут, а низы не хотят. Ну ребята, верхи могут сегодня, могут, а низы хотят. Вот пока мы не изменим эту ситуацию, пока мы не сделаем так, чтобы низы, низы не хотели, низы шли за нами, только тогда, возможно, не эволюционным путем, а эволюционным. Мы же понимаем, что эволюция, это та королева истории и все правильное. Вот мы за эволюцию, и с этой эволюцией мы победим. Один за всех и все за одно. Отдаю микрофон представителю региона. Всем добрый день из Архангельска, меня зовут Шаров Юрий. Мы предлагаем открыть все-таки шлюзы в политической системе, ну и начать, безусловно, с муниципального уровня, вот с чего я, собственно, и начал в самом начале. Вообще, нам, как социал-демократам, наверное, было бы актуально апеллировать к европейской политике, там, где большинство, и, значит, все-таки базируется на местном самоуправлении. Россия, как член Совета Европы, ратифицировала европейскую карту по местному самоуправлению, и где в одном из базисов является то, что местное самоуправление, оно является фундаментом финансовой самостоятельности, политическая самостоятельность местного самоуправления является фундаментом. Фактически, если мы посмотрим по динамике, значит, развития налоговой политики именно в части местных налогов, то в 90-е годы налогов у нас было сначала 7, потом было около 20 налогов, а с 2001 года количество местных налогов уменьшается, и сейчас всего лишь 2 местных налога, это земельный налог и налог на доход физических лиц. Сейчас ходят слухи о том, что хотят этот налог объединить в один налог на имущество, но, тем не менее, я уже заканчиваю, нам кажется о том, что вот эти вот отсутствие финансовой базы местного самоуправления ведет к тому, что фактически налогов для муниципальных образований хватает исключительно на зарплаты и нет совершенно налогов на развитие. Понятное дело, что это является диспропорцией, и в этой связи, заканчивая, я хотел бы предложить включить в политическую программу «Справедливая Россия» все-таки вопрос по поводу ликвидации вот этой бюджетной диспропорции, для того, чтобы нам создать условия для того, чтобы вот именно тот средний класс, о котором я говорил вначале, понимал, что он нужен стране, то, что он может, избираясь депутатом, либо главой местного муниципального образования, реализовать себя, ну и, собственно, как бы вот эти вот все тезисы можно реализовать в какие-то нормативные акты, введя, например, там какую-то часть НДФЛ для вернуть его на местный уровень. Спасибо, Юрий Вячеславович. И Ирина Владимировна продолжит. Что можно говорить? Как бы мы ни старались, но на самом деле, то, о чем говорил Сергей Михайлович Миронов на прошлом съезде партии, партии, в стране есть сила, готовая взять на себя ответственность за судьбу России. Это мы. Партия «Справедливая Россия». В Карелии мы такая сила. Мы организованная оппозиция. И именно нам докладывает губернатор, именно нам докладывает власть, куда они будут продавать алюминий, закрывающегося на Двоицкого алюминиевого завода. И здесь я приехала вместе с двумя молодыми политиками. Один журналист, оба одномандатники, один журналист, другой как раз с того округа, где закрывается на Двоицкий алюминий завод. Они возглавляют вместе со мной ту самую оппозицию. Нас 12 депутатов из 50 депутатов законодательного собрания. Мы та самая власть, которой прислушиваются, и которой приходят и коммунисты, и ЛДПР, и все оставшиеся, когда хотят провести какой-нибудь митинг или какую-нибудь другую акцию. Они спрашивают нас, придем ли мы, потому что знают, если мы не придем, если мы их не поддержим, у них ничего не состоится. Поэтому к разговору о уличных акциях, о том, чем мы занимаемся, мы этим занимаемся системно. Уважаемый Сергей Михайлович, выборы надо делать не в мае. Мы начали выборы 5 декабря прошлого года, после своей победы. Единственное, что хотелось бы, чтобы мы ответственно подошли и к следующим выборам. Следующие выборы – это огромный пул выборов муниципального, практически всей Республики Карелия муниципальных выборов. Так давайте подойдем ответственно. И не будем делать, как в прошлый раз, когда выборы мэра города Петрозаводска в результате были сорваны. И я надеюсь, вот эта ответственность, смелость, надежность даст нам победить не только на выборах мэра столичного города, но через полтора года на выборах губернатора. Ну а наши молодые из политики, мы готовы вступить в борьбу, внутрипартийную борьбу за предложение кандидата на пост главы российского государства. Вот они здесь присутствуют. Я надеюсь, что один из них может быть таким и станет. Успеха нам всем! Давайте будем последовательны, ответственны и сильны. У нас есть великолепная программа. Все эксперты говорят, что вот этот документ является лучшим документом такого рода из всех программ, которые имеют политические партии нашей страны. Она действительно опирается на социал-демократические традиции, на ее идеологию. Но я уверен, что даже в этом зале подавляющее большинство не знают, что такое социал-демократия, представляют, но не знают. И уверен, что подавляющее большинство сидящих в этом зале, тем более за пределами нашей аудитории, вряд ли читали вот этот документ, ну по крайней мере углубленно в него вникали. А этот документ, в общем-то, путеводная звезда, инструмент, которым мы должны руководствоваться для того, чтобы побеждать. И вообще я не согласен с тем, что мы не власть. У нас значительное количество депутатов Государственной Думы, а это власть. Мы пришли для того, чтобы менять ситуацию в стране. А изменить ситуацию в стране с отрицанием воздуха на митингах, на хлестскими словами, вот полагая, что нет, опираясь опять же на свой жизненный опыт. Тем более мы власть, мы депутаты Госдумы. Вот этот документ подразумевает принятие сотен законов. Полагаю, что даже 5%, а может быть даже меньше законопроектов, наша фракция в Государственной Думе не подготовила для реализации этого документа. Если бы мы предложили систему законопроектов в реализацию вот этой программы партии и сказали, вот наше конкретное дело в защиту тех людей, которые нас избрали, привели в Государственную Думу, тогда мы смело могли бы говорить о том, что мы работаем. А ходить по улицам, шуметь, призывать почти к революциям, я считаю, что это не путь. Вторую панель конференции «Наша борьба за справедливую экономику», «Позиция партии в области бюджетной и социальной политики», «Пенсионной реформы», «Тарифной и ценовой политики» представил депутат Государственной Думы Валерий Гартун. Для того, чтобы завоевать власть, нужно прежде всего предложить гражданам то, ради чего они должны за нас голосовать. То есть мы должны объяснить, что произойдет, когда мы придем к власти. Что конкретно люди получат, те или иные слои населения. Какие проблемы мы решим. Вот сегодня хотелось бы на нашем блоке и поговорить о том, какие проблемы мы собираемся решить, придя во власть, ответить на вопрос, за счет чего мы это сделаем. Ну а потом уже, наверное, мы поговорим о том, как мы это донесем до наших сограждан и потом, как мы сможем удержать их волеизъявления во время выборов. И вот тогда мы получим власть. Конечно, есть разные способы. История это знает, прихода к власти. И история также знает, чем это все заканчивалось. Конечно, можно идти через уличные акции. И последствия мы должны понимать, какие последствия мы облекаем в страну. Мало того, нужно спросить граждан, они готовы таким путем идти или нет. И социологические исследования показывают, что пока не готовы. И уличная активность тоже показывает, что граждане хотели бы другим путем пойти. Вот. Парламентский путь, который я считаю самый правильный, мы должны этим путем идти. И сегодня я хотел бы, задав тон нашей дискуссии, озвучить те проблемы, ключевые проблемы, решения которых ждут от нас наши сограждане. Прежде всего, конечно, у нашей страны очень много экономических проблем. И их нужно все решать. Но я думаю, что нужно остановиться на ключевых проблемах и назвать их так, как понимают это граждане. Говорить с ними одним языком. Прежде, самая главная проблема, которая сегодня стоит перед страной, которая волнует подавляющее большинство наших избирателей, это пенсии. Пенсионная система. Мы должны дать ответ. И сейчас мы видим, что делает партия власти. Это не что иное, как завуалированное повышение пенсионного возраста. Они отвергали наши предложения с самого начала 2002 года, в которых мы говорили, что провалится эта накопительная система. Наши ученые, математики доказали, что невозможно в неразвивающейся экономике разместить долгосрочные средства, чтобы они накапливались и зарабатывали больше, чем растет экономика. Этого невозможно. Вторая проблема – это здравоохранение. Мы должны дать ответ, что мы сделаем, получат ли наши граждане бесплатную систему здравоохранения. Образование. Мы должны дать ответ. И у нас ответ есть. Мы считаем, что 83-й федеральный закон нужно отменять. Четвертая проблема, которая сейчас в полной мере накатывается в нашу страну, начиная с 2008 года – это безработица. Мы должны дать ответ, как мы обеспечим рабочими местами страну. Потому что все понимают, что если не будет рабочих мест, не будет денег у граждан на то, чтобы решить все свои проблемы. И пятое – это жилье. Это обеспечение жильем, социальным жильем. У нас тоже есть ответ на эту проблему. И, конечно же, мы должны ответить, за счет чего мы это сделаем. Я думаю, что сегодня во время дискуссии мы об этом поговорим. И выступающие мои коллеги остановятся на этих вопросах. Михаилу Васильевичу Емельянову я предлагаю первым словом. Спасибо. Мы проводим свою экономическую политику, стремимся защищать интересы. Прежде всего, реального сектора экономики, промышленности и сельского хозяйства. Это проявляется, прежде всего, в налоговой политике. Если вы посмотрите за последние годы налоговое законодательство, то практически все поправки в налоговое законодательство сводились к тому, чтобы дать льготы крупным средневекам, финансистам, финансовым секторам и альтрейму. Никакие предложения по ослаблению налогов для реального сектора, для промышленности не проходят. С этой точки зрения мы неоднократно предлагали, прежде всего, разобраться с таким депрессивным налогом для промышленности, как НДС. Мы считаем, что этот налог давно устарел, что те льготы, которые, согласно нему, предоставлены сырьевым компаниям, абсолютно не оправданы. Мы предлагаем отменить возврат НДС эксплуатированным сырьям, за счет этого снизить налоги для отечественной промышленности. Кроме этого, мы считаем, что для промышленности необходимо вернуть инвестиционную льготу, которая была неоправданно отменена несколько лет назад. Нам удалось вместе с другими фракциями провести нулевую ставку налога на прибыль для сельхозпредприятий, и это одно из наших достижений. В области кредитно-денежной и финансовой политики. Один из главных тормозов роста нашей экономики – это та кредитно-денежная политика, которая проводится в Центробанках. Вы знаете, под какие проценты даются кредиты. И это не объективные условия, почему даются под такие высокие проценты. Это сознательная политика Центробанка. Так же, как и политика валютного курса. Рубль укрепляется и укрепляется неоправданно. Не потому, что растет сила нашей экономики, а потому, что к нам приходит спекулятивный капитал. Те правительства, которые думают о развитии своей экономики, об интересах своей страны, давно уже ограничивают приток финансового капитала, спекулятивного своей экономики. Та же Бразилия приняла так называемый закон Тобина. По этой пути идут французы. Китайцы за счет гработного валютного курса практически снабжают товарами весь мир. Наш Центробанк упорно проводит политику по поддержанию высокого роста и курса рубля, который абсолютно не подтверждается силой нашей экономики. Поэтому в Государственной Думе мы не только жестко критикуем руководство Центробанка, но ни разу мы не поддержали их отчет по кредитно-денежной политике. К тому же это тарифная политика. Проводится очень интересная ситуация. Мы с одной стороны снижаем таможенные пошлины, а с другой стороны растет себестоимость наших товаров. И табельность нашего производства падает. Мы открываем путь импорту, и естественно, что наша промышленность практически не растет. Стагнируют. Мы выступаем за более разумную таможенно-тарифную политику. Мы дали жесткий бой вступлению в ВТО. Мы не только голосовали и выступали против этого законопроекта в Государственной Думе. Мы подготовили запрос в Конституционный суд. К сожалению, не удалось предотвратить вступление в ВТО. Но я думаю, что остаются и другие рычаги, которые могут позволить нам защищать реальные интересы наших отечественных производителей. Подводя итог, политика правительства и партии власти экономически неэффективна, социально несправедлива и проводится не в национальных интересах России. Наша политика. Мы за экономическую эффективность, социальную справедливость и за отстаивание национальных интересах России. За то, чтобы был экономический рост, и чтобы Россия вошла реально в число развитых стран мира. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Грачеву Адмитовичу, председателю комитета по энергетике Государственной Думы. Уважаемые коллеги. Я прежде всего очень рад, что пошла дискуссия на конференции, которую я для себя определяю как дискуссия между профессионалами и тусовчиками. Так чуть-чуть преувеличив. Сергей Михайлович не даст соврать. Я с февраля на полюбюро настаивал, чтобы наши люди от имени партии ни в каких митингах не участвовали. В этом не было ничего личного. Абсолютно профессиональные оценки экономические. С 2009 года на основе моделей реально виртуальных рынков я был уверен, что никаких кризисов не будет. Никаких вторых волн не будет. Будет поток нефтедолларов в страну. Огромные профициты бюджета, которые есть по полтора триллиона, по два триллиона. И соответственно ни малейших экономических оснований для роста протестных настроений. Соответственно эскалация митингов гарантированно должна была выродиться. Гарантированно привести на самом деле к усталости. Потому что люди, походив на эти бесцельные митинги, потом перестанут ходить на выборы. А если к этому добавить, что во главе организаторов в основном стояли политические тусовщики, не все, но в основном, то участие наших представителей вместе с явными политическими тусовщиками, оно очевидно вредило нашей партии, вредило мне в том числе, как профессионалу. Потому что я уверен, что самым главным естественным преимуществом нашей партии является ее профессиональный уровень. То есть никто не может сказать, в том числе по налогам, что мы сделали упрощенную систему налогов, по которой полмиллиона малых предприятий выживают. Никто не может сказать, что мы сделали закон об ипотеке, по которому 5 миллионов граждан получили квартиры, и по миллиону будут получать дополнительно. Никто не может сказать, что мы всю линейку законов, которые позволяют жилье доступным сделать. От стройсберкасс до соцнайма. Мы их сделали, и мы можем сделать жилье доступным. Поэтому я уверен, что дальнейшая наша борьба, дальнейшая наша стратегия, она к этому и сводится. Мы должны четко зафиксировать и донести до нашего избирателя, что мы самая профессиональная партия, самая профессиональная команда. И, на мой взгляд, такой простой фронт борьбы, он, конечно, пойдет по тарифам. Потому что партия власти намерена через так называемые соцнормативы фактически в кратчайшие сроки удвоить тарифы на наших граждан. А это не только социально несправедливо, это абсолютно профессионально несостоятельно. Потому что простейшие оценки показывают, что эти деньги, порядка 30 триллионов, все равно с граждан собрать невозможно. И, соответственно, кроме мучений, выселений граждан через банкротство физических лиц, это все равно ни к чему не приведет. Ну, на самом деле, конечно, налоги, жилье, и, я думаю, что пенсии. Если мне разрешат, то про пенсии я одну минутку вместо Дмитриева, которая опоздала, расскажу. То есть ключевая вещь, она была простая. Мы, опять-таки, на старте реформ, просчитав ситуацию, абсолютно точно говорили, что она провалится начисто, что все государственные накопительные деньги будут проедены. И на самом деле они на три четверти сегодня проедены, если честно посчитать. И мы, насколько я понимаю, наконец-то убедили в этом правительство. По крайней мере, они пойдут на полную частичную или частичную отмену этой государственной накопительной системы, что позволяет немедленно повысить пенсии и решить некоторые другие проблемы. Резюме такое. Если мы, во-первых, сформируем сплоченную команду профессионалов, как говорится, а во-вторых, продемонстрируем это нашим избирателям, то мы непременно победим. Спасибо. Слово предоставляется депутату Государственной Думы Дзубу Валерию Михайловичу. Я хотел сказать несколько слов о том, что прекратив колебания между социалистической программой партии и социал-демократической, затвердив, что мы социал-демократическая партия, мы действительно теперь можем переходить к более профессиональному обсуждению проблем. Что такое социал-демократия? Но тут не надо каких-то особых теоретизирований. Есть практический опыт самых устойчивых стран на свете, которые избрали социал-демократический путь развития более ста лет назад, и они сегодня самые устойчивые к кризисам, к международным изменениям в обстановке. Это страны Норвегия, это страна Швеция, классическая социал-демократия, это Германия, это Финляндия, это Дания. Это прекрасные примеры для того, чтобы посмотреть их опыт. И если мы действительно хотим конкретизировать нашу социал-демократическую платформу, то именно у них позаимствовать опыт. Сегодня, к сожалению, ситуация, к сожалению, для меня, как для человека, который занимается экономикой, профессиональный экономист, экономически не востребованы хорошие экономические законы, потому что тогда надо менять плохую экономическую политику в стране. Я считаю, что при принятии в первом чтении бюджета группа под руководством Оксаны Дмитриевой сделала блестящий анализ того бюджета, который представило правительство. Камня на камне не оставлено. Ну и что, за этим последовали какие-то изменения? Их и не последует. Там не стыкуются с указом президента, там не стыкуются с обещанием о каком-то определенном повышении зарплат. Какие выводы из этого? Да никаких, пока. Жизнь будет делать выводы. Никаких возражений, никаких профессиональных препонов, претензий не было к закону о госрегулировании тарифов на услуги естественной монополии. Но его провалили чистым большинством. Нам надо подняться над той суетой, над той суетливой манерой обсуждения, принятия решений, постановки стратегических целей, которые навязывает нам сегодняшний режим. Я сейчас постараюсь закончить. Надо подняться над этим. Надо обществу заявить более высокие задачи. Надо все равно настаивать на своем варианте бюджета. Надо все равно настаивать на своем законе о госрегулировании тарифов. Нам все равно надо настаивать, пусть и спорно, но мы придем к единому мнению, по пенсионной системе, по реформе медицины. Просто необходимо срочно это делать. Нам необходимо, самое главное, изменить отношения между центром и регионами. Наш лозунг «Деньги вниз». Он ключевой сегодня. Потому что, когда мы входили в Думу с Толей Аксаковым, например, было 50 на 50 между федеральным центром и регионами, а сегодня 38 на 62 в пользу, естественно, федерального центра. И потому так нерационально деньги тратятся. Поэтому другого способа инвестирования, как складывать их в кубышку за рубеж, не находит партия власти. Надо деньги дать вниз. Но мы должны показать пример этому. Я считаю, что у нас пока есть серьезный разрыв между фракцией в Госдуме, между партийным аппаратом и между регионами. Мы только тогда пробуждаемся и начинаем совместно действовать, когда вот выборы подкатили. Это важнейшая работа. Но это не единственное. И я думаю, что надо обсудить вопрос. Тем более хорошо он сейчас... Это же хорошо, что добавляют деньги на финансирование партии. Мы больше всех от этого выиграем. Потому что именно нам перекрывает каналы по финансированию там, где даже хотели бы бизнесмены, видя нашу позитивную программу, финансировать нас. Поэтому вопрос ключевой. И нам надо состыковать через оргмероприятия, через деньги и через идеологию социал-демократии. Фракцию, партию и регионы. Все получится. Спасибо. Теперь мы предлагаем слово дать регионам. Слово предоставляется Попову Павлу Вениаминовичу, заместителю председателя законодательного собрания Ивановской области. Я бы хотел отнести свое обращение сейчас начать к обращению к нашим лидерам, к руководителям партии, толерантным людям, очень терпимым, очень, наверное, интеллигентным. Нельзя этого допустить. Допускать раскол в партии, о котором сегодня говорят там, сектанство или что-то еще, это не только нельзя. Мы внизу, в регионах, пахали. Я пять лет отпахал. Мы сделали депутата, который не появляется у нас в регионе. Это что, правильно? Я говорю о том, что приезжает депутат совсем другой, наш, праведливая Россия, без согласования с региональным отделением приезжает вечером собирать общественное мнение к нам в регион и мне средства массовой информации спрашивают, а с чем он приехал, зачем, что он хочет здесь сделать. А я, региональный лидер, не могу ответить никому, это что, правильно? Это что, дисциплина, о которой мы всегда мечтали? Я не был на Болотной, я не знаю, что там было. Из выступлений экономистов я понимаю, я больше верю людям дело, цифры, я понимаю, что не созрело наше общество, а я могу точно сказать, не созрело наше общество к революциям. Оно созрело к спокойствию, оно хочет спокойствия. Слово предоставляется Ягодкиной Ирине Ивановне, заместитель руководителя фракции в Верховном Совете Республики Хакасия. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я хотела бы все-таки вернуться к реальной ситуации в стране и немножко уйти от политики, потому что очень много было слов посвящено политическим реалиям нашей жизни, они суровы, их нужно разрешать. Я тоже с этим согласна как представитель региона, но тем не менее хочу высказаться и поделиться своим опытом в части решения непосредственных ситуационных задач, которые нас поставили, решение Государственной Думы. Не нашей фракции, но Государственной Думы. Я говорю о 83-м ФСР, который уже шествует по стране и активно начал, так сказать, процесс разгосударствования, в первую очередь, конечно, унитарных и бюджетных учреждений. Я говорю об этом так, потому что государственные бюджетные учреждения приравняли сейчас в том числе и коммерческим, а значит, они подвержены ситуации с банкротством. То есть 3 месяца ты не платишь, 3 месяца кредиторской задолженности, и любой кредитор может подать на тебя о несостоятельности. И здравствуй, новый хозяин, и прощай, так сказать, государственная, бесплатная социальная обеспеченность. Это и здравоохранение, и образование, и культура, и социальный блок. Поэтому что сейчас у нас есть? К сожалению, арсенал очень невелик. Я имею в виду у региональных представителей власти. Но он все-таки есть, и он различный по отраслям. Здравоохранение, болевая точка. Значит, здесь ситуация осложняется тем, что с 1 января 2013 года ваши учреждения в регионах перейдут на одноканальное финансирование тех, которые находятся в системе ОМС. Значит, мы должны максимально, ну мы, по крайней мере, считаем своим долгом управлять этим процессом. Как это можно сделать? Через своих представителей в законодательных собраниях. Потому что именно они могут быть участниками, членами правления территориального фонда. А именно территориальный фонд определяет тарифы, это деньги, финансовую базу для учреждений. И это смета расходов, да, для учреждений. Она называется сейчас по-другому, но он как ни называет, мудреными названиями, это все равно смета. И именно депутаты законодательного собрания могут контролировать финансирование этих расходов. Следующий момент, образование. Сейчас идет система замены федерального законодательства, то есть будет меняться закон образования. Значит, на местах региональные базовые законы в образовании тоже будет меняться. Здесь я веду речь о нормативах на учеников, которые выделяются по школам. Вы знаете, о чем я говорю. Значит, вот здесь необходимо отслеживать и воспользоваться тем поводом, который дала нам федеральная власть при приеме новых образовательных законов базовых на территориях учесть жесткое формирование необходимых нормативов для обеспечения государственной задачи образования в школах. И, значит, по социальной сфере здесь нет базового закона, крайне сложно, но тем не менее отстаивать нужно индивидуальные позиции по льготам для каждой категории лиц. Что хотелось бы сказать и обратиться к депутатам федерального нашего собрания. В этой сложившейся ситуации необходимо прежде всего урегулировать норму Трудового кодекса 278 статью это о договоре с руководителем учреждения. Именно руководители учреждения являются и выступают в настоящий момент защитниками государственности в сфере здравоохранения и образования. Но, находясь под дамокловым мечом, расторжение с ними контракта без объяснения причин, как в любой коммерческой структуре, они не смогут это сделать. А приходящие вновь уже будут заточены, простите за банальные слов, под задачу, которую поставят перед ними новые руководства. И второй момент это установление социальных стандартов. Не нормативах, о чем говорили предыдущие коллеги, а именно стандартов. Потому что через них мы сможем, во-первых, управлять, а во-вторых, контролировать бюджетное финансирование учреждения. Бюджетный кодекс давно поставил эту задачу, но рычаг дал правительству, оно на сегодняшний день не работает. И поэтому я думаю, что наша фракция должна вновь поднять этот вопрос. И если невозможно установить на федеральном уровне, передать эти полномочия на региональный. Я хотела бы закончить свое выступление, вот как предлагали, значит, лозунгами там, руководством в действии, я хочу сказать, перефразировав известную фразу, одно, не мы придумали вот тот мир, в котором мы сейчас живем, потому что, к сожалению, нет у нас большинства на сегодняшний день в Государственной Думе, и не мы принимаем федеральные законы, но наша задача научиться управлять этим процессом, который идет, к сожалению, начавшись не по нашей воле. Спасибо. Валерий Гартунг обобщил предложение. Уважаемые коллеги, наш блок подошел к концу. Я в завершение несколько слов скажу, хочу резюмировать те источники, за счет которых мы будем решать те проблемы, которые сегодня стоят перед страной. Прежде всего, это изменение налогообложения физических лиц, введение прогрессивной шкалы подоходного налога и введение плоской шкалы на страховые взносы, изменение налогового законодательства в области налогообложения юридических лиц, это отмена возврата НДС экспортерам сырья и возврат инвестиционной льготы по налогу на прибыль, ограничение роста тарифов естественных монополий, о которых говорил Валерий Михайлович Зубов, искоренение коррупции, внесение поправок в 94 закон, который запрещает размещать заказы у единственного поставщика и возврат всей нашей собственности из офшоров в российскую экономику.